Всем привет дорогие друзья, подписчики, привет тролли, которые регулярно какую-нибудь хрень напишут в комментариях. Но я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом, потому что он уже не только, не просто не за горами, он совсем-совсем близко. Было много комментариев на тему не запечь ли птицу целиком, так как у утки, вот сколько, значит они у всех есть, гуси у всех есть. Я решил запечь индейку, я решил запечь индейку, потому что буквально таки вчера мне пишет мой друг Александр Нелидов и говорит, Василий, нет ли у тебя рецепта индейки? Я говорю, слушай, будет ближе к Новому Году, вот, пожалуйста. Индейка готова, ну в смысле как готова, это охлажденная индейка, мне привезли ее вчера, я ее заказал заранее. Да, кстати, был недавно в Красноярске, это вот про индейку история. Смотрю, в Красноярске в супермаркетах продается охлажденная индейка. Написано, да, это вот как раз мои друзья, у которых я беру индейку из Кемерово. Поставляют ее там, начиная от Новосибирска до Иркутска, еще дальше, в охлажденном и замороженном виде. Если вы не знаете, как ее готовить, какие-то нюансы, секреты, витамины, кальций, магний, чего там только не нужно для здорового питания и диетического питания, ссылочки я дам внизу, вы можете зайти, ознакомиться, все материалы есть. Так вот, для запекания рекомендуется использовать вот такой вот, 6-8 килограммов. У меня 6, молодая индейка, я вчера выложил в инстаграм, подготовительный процесс, люди такие пишут, типа, что это у нее синие ноги. Я не знаю, что у нее синие, бритые просто они, бритые, красивые ноги у красивой индейки. Вот такая вот она, мощная птица. Хвост такой у нее, тут, правда, ее кто-то вот ошпарил, видите, и дернули немного. Да, и запомните, самое главное, больше 8 килограмм, 10-12, она у вас просто в духовку не залезет. И ее, чем она больше, тем тяжелее приготовить. Ей же нужно время пропекаться, верхушка начинает подсыхать сильно-сильно, внутренности еще сыроватые. Я вот сегодня поделюсь некоторыми своими видениями на этот счет. Даже если они не будут совпадать с мнением окружающих, вы пишите. Мне очень нравится, когда вы пишете конструктивные комментарии. Да, хотел предупредить. Значит, маты и личные оскорбления сразу банить будем. Если конструктивно пишите, что, мол, так, не так, а вот так, вот так, мое видение, мои рецепты, я с удовольствием их читаю, потому что я человек, ну, не энциклопедия, да, еще в меру своего возраста. Если вы имеете больше опыта, я с удовольствием прийму ваш опыт, я люблю, понимаете, когда люди пишут какие-то нормальные вещи, кто-то заметки какие-то, мы же все изучаем все. Значит, что мне нужно сделать? Если вдруг перышки тут какие-то остались, безусловно, их нужно подпалить. Подпалить для того, чтобы, во-первых, вкус вот этот паленый был. Да, он, конечно, делает индейку вкуснее. Мы все знаем, бабушки, когда любую птицу к обеду готовят, обязательно ее обжигают. В одном из роликов я говорил, что так можно делать даже с обычной птицей, которую вы покупаете в магазине. Чуть-чуть опалить, и будет вкус у нее хороший. Короче, лишнее все опалили. Я ее заранее не просаливал, но просолить можно. Нужно взять 10 литров воды, килограмм соли туда, все перемешать и индейку засунуть внутрь. У кого есть время, у кого есть желание, у кого есть возможности, так будет вкуснее. Но, вы знаете, много кто ее не просаливает, считают, что ее мясо и так достаточно хорошее, без дополнительной просолки. Я еще иногда делаю так, беру шприц, соленую воду внутрь, загоняю. Знаете, мезотерапия, все девочки знают этот термин. Делаю мезотерапию, соленой водой прокалываю мясо. Но в этот раз я все-таки хочу так упрощенный вариант, потому что все просят, чтобы было без заморочек. Заморочки все равно есть, поэтому я их сократил. Итак, в общем, нужно такие видимые вещи какие-то ободрать. Может быть, какие-то пленочки, пеньки какие-то торчат. Все нужно убрать. Мне обязательно понадобится соль, чашка, масло-пачка. Оно тут у меня полежало-полежало немного, отошло. Сейчас я его буду руками, когда доминать, оно еще немножко разойдется. Ну, то есть нужно просто пачку такой комнатной температуры масла. Обязательно нужна терка, терка, на которой я буду тереть цедру. Вот смотрите, в масло я натираю цедру апельсина. Это же все-таки Новый год. Ароматов охота таких ярких, вкусных, настоящих. Да, цедру трите, пожалуйста, чтобы белая не захватывалась. Видите, у меня она даже желтенькая еще пока остается. Вглубь я ее не затираю. Цедра нужна одного апельсина, будет достаточно. Я вот читаю ваши комментарии, удивляюсь порой. Ну, вот хочется, не знаю, нагрубить мне. И вот люди пишут по скумбрии, вообще был гениальный комментарий. Девушка пишет, какой вы повар. Ну, как, я, может, не совсем дословно, но как бы идея такова, что какой вы повар. Вы и для рыбы, вы на доске, которой резали рыбу, лук режете. Я ей пишу, е-мое, так я лук-то в рыбу отправляю. Я ржал вообще прям долго. Ну, вот что происходит, интересно, у людей такие, которые, типа, к чему-то надо привязаться, привязаться к чему-то. Но без этих людей не так интересно жить, согласен. Все время отукажется, что, блин, ты все можешь, все умеешь. Оказывается, нет. Найдется 100 тысяч человек, которые докажут тебе, что ты не прав. Апельсин тут, лимон. Ну, лимон, знаете, постольку, поскольку. У меня просто лимон такой мягенький, какой-то узбекский, нежный. Я его немного добавлю. Да, как у меня получилось. Половина цедры оказалась на столе. Чеснок. У меня, знаете, вот такие, какой-то, я не знаю, где это чеснок, это чернобыльский у меня попался. Так, вот этот неподходящий. Ну, то есть, очень крупные, здоровые зубчики. Два зубчика, вот таких крупных, я беру, очищаю. Теперь на терочке два зубчика чеснока отрем в масло. Прям два огромных зубчика чеснока. Индейка крупная, как я уже сказал, 6 килограммов. Вкусности должно быть много. О, аромат чеснока с апельсином и лимоном, конечно, получается великолепный. Наиважнейший ингредиент это соль. Соль прям хорошенечко, потому что, как я уже сказал, я ее не просалила заранее, поэтому соль должна быть здесь. Черный перец. Е-мое, мокрые руки. Зеленый базилик. Нужно что-то ароматическое. Вы можете добавить розмарин сухой, тимьян сухой, свежий тимьян, травы какие-либо есть, если у вас добавляйте. Я же, когда размышлял о том, чем я буду ароматизировать индейку, я решил, что это должен быть базилик. Базилик всегда храните в пакете. В отдельном от любой другой травы всегда вот так вот нагоняйте в воздух, и пусть он у вас будет в своей микросреде. Тогда он довольно долго хранится. Листья обдираем, стебли оставляем. Стебли можно сразу там внутрь даже засунуть, чтобы не забыть про них. Базилик крупно, сразу же к маслу. Теперь все нужно, как вы уже догадались, промять. Сделать вот такое вот масло. Заодно от рук оно подплавится, видите, и станет таким податливым, мягким. И знаете что, если вы, например, сделаете подобное масло, например, для стейков, там, или еще, знаете, для рыбы, делают. Вот по такому принципу. Ну, понятно, что там меньше чеснока нужно будет и так далее. То есть по вашему вкусу. Потом в колбаску скручиваете его, замораживаете, нарезаете кусочком на рыбку горячую кладете, оно тает. В масле базилик не чернеет. То есть на срезах, где выделяется сок, и он с воздухом должен окисляться, масло блокирует эти срезы. И даже в замороженном масле в морозилке базилик все равно остается зеленым. Теперь нужно будет, как бы сказать, индейку снабдить этим всем. Значит, как мы ее будем снабжать? Помимо того, что да, я сверху тоже буду натирать ее. Рекомендуется под кожу, так как индейка такая довольно суховатая, рекомендуется вот здесь вот сделать, ну, пальцами зайти под кожу. Кожа у индейки тонкая, ну, у моей в частности, вот этой вот. Надо прям очень аккуратно. Главное, чтобы вот сюда, вот в район грудки попало масло. Оп. А если бы индейка была 15 килограмм, я бы туда весь залез под до плеча. Если мы намажем сверху только кожу, у нас часть масла подгорит, часть масла даст аромат и вкус кожи. Будет вкусная кожа. А тут нам надо, чтобы мясо тоже пропиталось. Поэтому рекомендуется всегда ароматную масляную смесь отправлять между кожей и грудкой. Понятно, что вот сюда, вот в ляшечке, мы это добавить не сможем. Но хотя бы сюда. Кто-то любит добавлять под кожу шалфей, например. Кто-то любит добавлять туда розмарин, тимьян. От укропа, петрушки толку никакого не будет. Нужна ароматная зелень. Ароматная. Видите, я попытался тут как-то кожу, в общем, отвести. Здесь она рвется у меня. Поэтому я, наверное, с этой стороны вообще ее трогать не буду. Ну, вот довел я досюда, докуда-то, вот почти до конца. Этого будет достаточно. Забыл самое главное. Не самое главное, но очень важное. Нужно в масло еще добавить сок лимона. Я добавлю немного. Буквально вот там, не знаю, одну пятую. И немного оливкового масла, чтобы сливочная не горела. Тут, конечно, это все такое, все эфемерное. Насколько будет гореть или не гореть это масло. И еще чуток соли. Может быть, оно не будет гореть, потому что температура будет не очень высокая. Значит, я буду двумя этапами готовить. Поэтому, ну, все равно, ну, так рекомендуется. На всякий случай обезопасить. Снизить температуру горения масла, оно вроде как не помешает. Повысить. А, повысить. Хорошо. Снизить риски, повысить температуру. Да, получилась вот такая вот, да, даже она немножко стала жиже, эта смесь. Вот, смотрите. Я ее добавляю вот сюда. Так. Во. И еще маслица. Супер. Давайте-ка вот так вот. Вот сюда. Не бойтесь испачкать руки. Тут вариантов не так уж и много. Руки все равно будут испачканы. Опа. Летающий лук. Короче, вот сюда вот загоняем масло. Видите, зеленый базилик у нас в теме. Так. Подмышечки сюда везде. Класс. Значит, теперь часть масла. Значит, обязательно внутрь. Все внутренности нужно смазать маслом. Потому что масло соленое. О, классно. Значит, часть масла мы обязательно смазываем индейку снаружи. Джинго, бэлс, джинго, бэлс, джинго. О, ляшечки какие. Ляшечки, подмышечки. Все нужно смазать. Масло, конечно, просто великолепное. Ароматное. Такое с цедрой. С зеленым базиликом. Крылья изнутри тоже. Натираю. Пока отодвигаю вот сюда. Помимо всего прочего, у нас еще должна быть начинка внутри, да? В начинке у нас будут апельсины. Я вот эти вот шляпки срезаю. Там большое количество ненужных вещей. Крупные куски. Все внутрь. Значит, у нас три апельсина. Поэтому полтора апельсина мы сейчас режем. Апельсин дает сладость. Почему вот я апельсин, да, добавляю? Апельсин сладкий и очень ароматный. И в нем нет столько горечи, как в лимоне. Потому что вы знаете, например, кто много готовит, что стоит рыбу нафаршировать большим количеством лимона, как вот от этих срезов, вот от белой, идет горечь. Прям бывает горько очень. У апельсинки нет горечи вот здесь. Вот в этой части. Она есть, но она не такая активная. То есть вы наверняка и пробовали цукаты. Почему из апельсина вкуснее цукаты, получается, чем из лимона. И, конечно же, лук. Луковицы у меня две. Поэтому я их режу крупными кусками. Вообще можно, конечно, засунуть туда что угодно. Начиная от квашеной капусты, заканчивая, как говорят, традиционным русским вкусом. Это гречка с грибами. Может быть, полба с подосиновиками. Может быть, любая крупа с любыми начинками. Но, знаете, часть вкуса она, конечно, забирает. Но внутри, как правило, не так сильно все проваривается. Потому что, чтобы прогреть внутренности, нужно прям очень-очень сильно постараться. Я не часто использую, да и, в общем-то, оставил на выбор вам, что вы туда внутрь засунете. Просто апельсин и лук – это самые ароматные, самые вкусные вообще штуки. Реально. И считается, что для индейки подходит лучше всего лук и апельсин. Безусловно, вы пишите в комментариях. То есть, у кого есть какой опыт, например, там, да? У меня-то масса опыта. Я знаю, что неплохо будет и какой-нибудь другой цитрус. Например, небольшое количество цедры грейпфрута, потому что кусками его нельзя, он тоже начинает горчить. Хорошо в масло, например. Или внутрь большое количество розмарина. И чеснока. Чеснока. Вот чеснок, да, вы знаете. У меня на канале без чеснока, как, знаете, есть такая пословица. Повар без мата, как суп без томата. Вот у меня то же самое, только с чесноком. Какие-то покоцанные у меня чесночины. Он огромный. Вот, чеснок обязательно к любой птице. Я рекомендую всегда. Лук, как вы поняли, я засунул в кожуре. Можно без кожуры, а можно и в кожуре. Потому что сами продукты, которые вот сейчас мы используем для того, чтобы дать ароматизацию внутри, мы их потом в чистом виде есть не будем. Вот так. Ну, так как я в конце его засунул, а не в начале, поэтому, ну, будет тут у попки ароматизация происходить. Дальше посмотрим. Ой, а у меня еще один апельсин. В общем, набиваем все до отказа. Пусть это все варится, отдает нам все ароматы и эфирные масла. Вот, смотрите, что у меня получилось. Я, соответственно, закрыл вот эту часть. Можно здесь вот так еще сделать. Вот, последнюю. Все, во-первых, тут довольно неплохо все это выглядит. Теперь нужно будет все это не слегка подвязать. Слегка почему? Потому что, видите, я сначала думал вначале обвязать, а потом натирать. Но я начал переживать, что от классической вязки, которая проходит вот здесь, я могу порвать здесь кожу и здесь кожу. И что-то она вся такая нежная. Поэтому я, знаете, как-то еще очень по щадящему попытаюсь завязать. Завязывать нужно всегда любую птицу для эстетики. Вот, смотрите. То есть, когда вы вяжете птицу, тогда она у вас как бы приобретает определенную форму. Поэтому у индейки, например, сразу же ни в коем случае нельзя отрезать хвост, потому что за него должна цепляться нога. Во время запекания ноги будут расширяться, как бы. И вот здесь мало того, что уже чуть-чуть порвано, здесь еще больше порвется. Значит, во-вторых, от разрыва ткани никто не застрахован. Они могут рваться и завязанными, и не завязанными, всякими разными. Но в итоге, когда белок весь свернется, конечно, мы получим такой вариант сидячий. Вернее, компактный, более красивый, на мой взгляд. В районе колена, если сильно натянуто, бывает, рвется тоже. Но постараемся этого избежать. Крылья обычно подворачивают вот сюда, оп, за плечо, прячут туда, под спину. И оставляют как есть. Они вообще, знаете, особо в запеченном виде, там, не представляют из себя какой-то огромной ценности. Потому что части тонкие, они либо выпекаются очень сильно, либо их потом можно, знаете, взять, отрубить и на соус куда-нибудь пустить. Если завязывать вот тут вот грудку, полоска останется не очень красива. Ну, а крылья здесь, что их? Все, они будут спокойно лежать. Дополнительно можно не завязать, ну, на мой взгляд. Значит, противень, бумагу. О, это брелочек, который я купил в Тбилиси. Значит, был в Тбилиси, купил вот такой брелочек. Сковородка с яичницей. На ключи здесь вот такая штука. Хвастаюсь. Потом кому-нибудь подарю. Берем индейку. Кладем ее вот сюда. Часть вот какой-то цедры наверняка сгорит. Ничего страшного, потом все это обшелушим. Все равно я еще в процессе буду все это поливать соком, выделяющимся от жарки индейки. Индейка готова отправиться в духовку. Но очень важный элемент, который я всегда пропагандирую и говорю. Если у вас есть термометр, значит, вам в 10 раз легче живется относительно тех, у кого термометра нет. 65 градусов требуется для того, чтобы индейка была полностью приготовлена, но оставалась сочной. Есть сувидные таблицы и так далее. Колбасы по такому же принципу делают, да, там, они больше там 75 градусов вообще не доводят. Ну, примерно вот где-то тут. Не, блин, она так. Вот так тогда. Значит, я сюда загнал в кость, под кость сам термометр. Все, пусть у кости прогревается до 65 градусов. Мы помним, что белок сворачивается уже там при 43 градусах. Поэтому индейка останется нежной, сочной и ароматной. Значит, у меня стоит 140 градусов пока. Да, я чуть меньше дам там до 120. Курицу я, ой, курицу. Типу мне на язык. Индейку я отправляю вот сюда. Она так не входит. Но войдет вот так. О, класс. Класс. Значит, сюда я ставлю термометр. Рядом к индейке. Буду поглядывать, сколько у меня там температура будет внутри шкафа. Сейчас у меня внутри индейки 16 градусов. Вот кьюринг температуры. Текущая температура. А мне нужна, значит, 65. Как только я ее выну оттуда и буду давать ей отдохнуть, температура еще на 2 градуса повысится до 67. Но давайте я так, знаете, чтобы вот 67 поставлю градусов. Потому что 72 это уже well done. Не, все-таки 65. Не буду я вестись на поводу у советчиков. Знаете, столько лет, блин, я сувидом пользуюсь. Так, еще раз про температуру и духовку. Значит, сначала ставлю вверх-вниз без гриля, без ничего. Просто вверх-вниз 120 градусов. Индейка должна медленно прогреться. Мясо должно прогреться. Колеровать мы будем в конце. Нам самое главное достичь определенной температуры мяса внутри. Чтобы индейка приготовилась. А потом мы даем максимум. И все, делаем корочку. Потому что если вы вначале дадите большую температуру, сделаете корочку, то потом она у вас есть вероятность того, что она может у вас перегореть. Так делать не нужно. Поэтому чем меньше температурка и побольше времени. Я думаю, она будет стоять примерно часа 2. Но, соответственно, поглядывайте. Видите, я на время не опираюсь, потому что у меня есть термометр, который для меня все, за меня все сделает. И обязательно следите, открывайте чуть-чуть, глядите. Чтобы там ничего не румянилось у вас. Даже если будет чуть румяниться, аккуратно, смотрите, можно уменьшить температуру. В итоге я поставил 67. Смотрите, уже 66 градусов. Я не буду дожидаться, когда пропищит. Я его хочу достать. Смотрите, что внутри. Внутри, на термометре, 100 градусов. И чуть холодильник. Вон она, сверху пытается калероваться. Так. Ложку, матрешку. Масло у нас и жир. Видите, 67. Вот я достал, а она продолжила. Часть базилика, который у меня был здесь, она подгорела. Кожа лопнула. Лишни я все снимаю. Всякий мусор, который может еще дальше загореться. Все-таки то маленькая духовка. Видите, под верхним теном стоит даже вот при 100 градусах. Видите, как заколернулось. Значит, а по бокам, конечно же, нет. Внутри индейки самой. Видите, тут даже вот немножко подгорело. Подгорело. Хотя, 100 градусов, казалось бы. Чего там? Чему там гореть-то? Там нечему гореть. Теперь надо полить все маслицем, которое выделялось. И соком. Там у нас и апельсин чуть-чуть дал сок. Все этим маслицем, жирком, который выделялся из... Хотя индейка-то, она же практически не постное мясо. Какой там в ней жир. Это все масло. Но, хочу сказать, очень крутой аромат. Аромат просто шикарный. Так, здесь бульон даже под кожей образовался какой-то. Все супер вообще. То, что доктор прописал. Так, а дайте-ка я померяю температуру в разных местах. Проверим температуру вот здесь. Ого! 76. Белый сок течет. Ну-ка, подмышечка. 67. 73 подмышка. Там уже well done. Так, тут у нас кожа лопнула. Можно себе позволить дырочку небольшую сделать. 70. 73. Не, внутри 65. Идеально. Вот, смотрите. Конечно, так вот делать не рекомендуется. Смотрите, видите, сок пошел. Ай, мазафака. Это эпик фейл. Короче, сок белый течет. Из правой грудки. Правая грудка будет такая худенькая, а левая будет нормально. Сок белый. Все у нас готово. Все идеально. Приготовилось. Друзья, у нас произошла маленькая техническая неполадка. Там кусок видео как бы исчез. Но, значит, я везде померил температуру. Грудь не буду больше тыкать. И так здесь дырка. И из нее текла белая жидкость. Значит, в ноге померил. То, что стояло, да. У меня там внутри 67 градусов. Все супер. Так как нет конвекции, бока белые. Верхушечка подрумянилась, да. Даже при 100 градусах. Внутри духовки. Там у меня стоит термометр. А, ну сейчас 120. Значит, я только не померил температуру вот здесь. Да, внутри она 59, значит, 61, 62, 63. Так это я в луке. Внутри лука прям 63. То есть, значит, лук и у нас там и апельсинчики все проварилось. Хвост можно проткнуть 68. Видите, 70 градусов там в хвосте. В общем, тут появились вот уже косточки, да, снизу масла. Поливаю еще 3-4 раза. Маслом ставлю в духовку. Увеличиваю немножко температуру. Пусть даже немного прихватится у меня верхушка. Но зато я чуть-чуть колерну ее. Потому что без конвекции колеровать ее довольно тяжело. Намазывать медом я не хочу, потому что я не люблю сладкие всякие штуки. Пишите в комментах, как вы там через трубочку, может быть, кто-то делает так. Увеличиваю, усиливает конвекцию. Просверлил трубочку какой-нибудь кулибин и фигачит. Шею в комментах ВКонтакте мне написали, говорит. Шею, говорит, в прошлом ролике съели, я говорю, ну. Так, увеличиваю температуру до 190. Ставлю все равно на всякий случай сюда термометр. Буквально 4 минуты. 3-4. Но надо следить. То есть нам уже ее готовить не надо. Нам просто нужно, чтобы верхушка колер приобрела. Потом даем отдохнуть и начинаем резать. В итоге в процессе я понимаю, что у меня здесь, конечно, прям вообще это все не подходит. Я закрыл немножко фольгой. Думал, что бока колернутся, но они не хотят. А так как у меня уже индейка готова, я не хочу, чтобы она переготовилась. Поэтому все, я забил и даю так, как есть. Что там термометр нам говорит? 120 градусов в итоге. Хоть я и увеличил температуру до 190, до 210. Но вот нижний тен, конечно, начал тут поджигать. Нам остатки пищи разной. В общем, смотрите. Индейка получилась у меня вот такая. Значит, местами румяная. Потому что сверху и снизу только у меня греет без конвекции. У вас, если будет с конвекцией, будет все по бокам тоже равномерно поджарено. Вот тут вот, видите, немножко белое все. Но самое интересное, что уже сок из нее течет, это плохо. Вот тут вот, посмотри, бульон под кожей. Видишь, бульон под кожей. Прикольно. Что-то подгорело, тут немножко, что-то не подгорело. Но суть в том, что я-то с задачей справился, даже несмотря на то, что у меня такая маленькая духовка для такой большой индейки. Перед тем, как вы будете покупать индейку, на всякий случай, вот возьмите рулетку дома, измерите высоту духовки. И потом прикиньте на прилавке, сколько вот эта индейка у вас по высоте будет занимать. У меня получается, что верхний тен, он был настолько близко, что даже при 100 градусах индейка получила колер. Хотелось бы, чтобы он был как бы максимально выше. И циркуляция воздуха, она обжаривает, да, ну, колирует все части. Тем не менее, я даю ей остыть немножко. То есть, конечно же, в горячем виде резать ее ни в коем случае нельзя, потому что из нее выйдет весь сок. Выйдет весь сок, и вы, вот у вас полпротивня будет вот этой вот жидкости. Лук и апельсины, которые находятся внутри, можно, значит, из них потом все это выжать. Использовать как соус или сварить дополнительный соус. Я подумаю, может быть, отдельным роликом еще дам какой-нибудь такой соус для запеченной птицы. У тех, кого нет термометра, сразу скажу, пока есть время, закажите в интернете, вам привезут. Даже из Петербурга привезут в Саратов, куда угодно. В городах-миллионниках они везде есть. Значит, если нет выносного термометра, который вот мой стоит там 500 рублей, вот такая простая штучка, которая облегчает вам жизнь. Значит, я быстренько повторю. Изначально я достал индейку с утра, она вам несколько часов лежала при комнатной температуре, но, как вы помните, я воткнул, и внутри было 16 градусов. За полтора часа при 100 градусах в духовке без конвекции, только вверх-вниз, 100 градусов. Она напрогрелась до нужной нам температуры за полтора часа. 6,5 килограммов. Часть воды вышла, час там этой воды и соков подгорели, но суть в том, что мы достигли нужной температуры. Температура medium well, 67, а вот в ногах там уже 72, уже well done. Но при всем при этом, значит, воды у нее внутри достаточно. И, соответственно, опять у меня, ну, 6 минут она простояла на увеличенной температуре. Я думал, что колер даст, даже прикрыл немножко фольгой, чтобы не горело, но особо это никаким образом не повлияло. Я еще раз говорю, должна быть обязательно конвекция. А теперь давайте резать. Я отрежу кусок грудины, немножко плечо захвачу, чтобы не было ни у кого сомнений, что она красная. И немного покажу, как ведет себя бедро. Значит, смотрите, оно слегка остыло, хотя еще немного горячеватое. Давайте ей остывать больше, а я вам хочу показать просто, как сок из нее брызжет и сколько в ней сока остается. Смотрите, я прям до кости режу. Давайте как-нибудь вот так. О, так, это у нас маслица с базиликом, ароматным и чесноком. Посмотрите, какая она идеальная получилась. Горячая. Смотрите, видите, мясо рвется, не тянется, сок из нее течет. Вот он, самый смак. Можно даже в масло вот сюда окунать. Но, сразу скажу, самая верхняя часть вместе с кожей, Да, она такая немножко подсушенная. Хотя нет, обманываю. Сочная, все течет. Дальше, что у нас с ногой? В ноге мясо красное, но при всем при этом оно, смотрите, сок из него сочится. Белый. Белый-белый. Вот кожа хочется больше, чтобы она была вот такая вот. Вот здесь она вот более-менее хрустящая. Хочется, чтобы вот здесь была хрустящая кожа. Она, знаете, немножко такая резиновая. Или нужно просто дать ей немножко остыть, соки распределяться. Да нет, супер. Личо обещал. Крыло понятно. О, маленькое. Отрываем. Снизу оно немножко... Вот оно. Видите? Здесь оно даже снизу немножко подгорело. Неправильно, подрумянилось. Крыло готово, но крыло well done. Плечо. Смотрите, как с него течет белый сок. Видите, на нож стекает белый сок, чтобы не было потом инсинуации по поводу недожареное. Это идеально приготовленная индейка. Идеально. Сочная. Вкусная. Великолепная. Будете жарить дольше, температура будет уходить глубже. Сок вытечет, мясо будет сухое. Сейчас оно пока что сочное. Лучше индейки у меня не получалось никогда в жизни. А все что? Термометр. И наступающий Новый год. В общем, термометр, наступающий Новый год, золотые ваши ручки превратят эту индейку в украшение праздничного стола. С наступающим Новым годом. И до новых встреч. Да, лайки там, это все, репосты, комменты обязательно. Не забывайте. Пока.